Очень прошу поддержать наши отечественные фильмы казахстанские, потому что очень много сейчас хороших фильмов выходит, и они достойны, чтобы их смотреть, понять и прочувствовать. И я просто обещаю, что в будущем наш центр, наша команда постарается сделать все, чтобы таких фильмов было больше. А таких фильмов, которые делают человека лучше, чище, помогают просто жить. В эфире рубрика «Деловой разговор» на «Бизнес.ФМ». И сегодня у нас в гостях Гульнара Сарсенова, кинопродюсер, кинорежиссер, бизнесвумен. Гульнара Булатовна, здравствуйте! Добрый день! Вас знают как «Успешную бизнесвумен», вы основали кинокомпанию, кинопродюсер, кинорежиссер. А какая вы вне жизни в кино? Вот расскажите о себе немного. Какая? Ну, разная бывает. Ну, во-первых, я мама. У меня двое сыновей, я их очень люблю. Хотя они уже большие, но все равно они для меня всегда будут маленькие, самые добрые, самые хорошие. Вот. Потом я еще дочка. У меня живы родители, слава Богу, иншаллах. Вот. И вот я еще сестра и племянница. Мне это очень нравится. Вот. Особенно быть тетей. А по характеру какая вот вы в жизни? Потому что как бизнесвумен нужно быть с такой некой закалкой все-таки, да? Ну да, внешне, может быть, все говорят, что я жесткая такая. Многие боятся даже подойти. Ну, это нет, это выработалась, наверное, какая-то форма защиты, что ли. Ну, на самом деле, я себя не считаю такой жесткой. Я думаю, что я справедливая. Я думаю, что я добрая. Вот. И я всегда о людях думаю хорошо. Вот это самое важное для меня правило, потому что, когда думаешь о людях хорошо и судишь по себе, легче жить. И работать, и творить, ну, и просто жить. Вы выступали всегда как кинопродюсер. И недавно состоялся ваш режиссерский дебют. Но все-таки вам нравится больше быть управленцем или же сам творческий процесс? Вот какие ощущения? Я думала раньше, что мне нравилось быть управленцем. Ну, я и управляла и бизнесом. До кинобизнеса у меня был коммерческий бизнес. Вот. Вот. Но когда я первый раз сказала «мотор», сама как режиссер, вот, ну, это было откровение для меня и абсолютно новая область. Ну, для себя, для жизни, вот, я открыла и очень хочу там оставаться. Это, конечно, очень трудно совмещать, как я поняла, обязанности режиссера, то есть быть режиссером в своей же картине и одновременно быть там же продюсером. Это ужасно. Я никому это не советую, вот, нужно чем-то одним заниматься, потому что не успеваешь, вот, думаешь, и, в общем, нет углубления. И я поняла, почему так режиссеры всегда затягивают процесс съемок, вот. Ну, в моей практике у меня было два-три режиссера таких. И вот, я потому что сама хотела продлить съемки и быть на съемках, это как можно дольше. Потому что, ну, вот, там действительно, там вот такое ощущение, ну, нельзя грешить и говорить, что вот ощущение как у Бога, что создаешь другую жизнь абсолютно, вот. Но, тем не менее, это так, это страшно затягивает, завораживает, и хочется дальше-дальше тоже снимать. Ну, ну, вот так это получилось, что, что я пошла работать на госслужбу, и вот сейчас пока я должна забыть это все на несколько лет. А вот какие все-таки ваши проекты самые любимые и самые прибыльные? Потому что любимый не всегда означает прибыльный. Ну, да, конечно. У меня, в принципе, таких особо прибыльных проектов по деньгам, по успешному финансированию практически не было. Потому что у меня фильмы все были некоммерческие. Они были серьезные, с интересными судьбами, с интересным сценарием. И поэтому они не были прибыльные такие. Я, наоборот, вкладывала свои собственные деньги в кино, и у меня не было вообще госфинансирования. Вот только в последние два проекта вот это попросили снять. Но, ну, самый любимый, конечно, есть. Это Тюльпан. Вот, очень люблю эту картину, потому что эта картина напоминает мне о моем детстве. Когда я воспитывалась у Апашки Саташкой в селе Кирекемер, это Алматинская область. И вот пять лет вот у меня прошли точно так же практически, как в Тюльпане. Но для меня это были самые счастливые годы. И я вот до сих пор помню, вот детская память, это хотя короткая, но я вот до сих пор помню ощущение покоя, счастья, гармонии какой-то. И вот это вот в Тюльпане это есть. Я очень люблю эту картину. Ну, все это, все мои фильмы, где я была продюсером, но они как дети для меня, потому что сначала читаешь сценарий или думаешь об этом проекте, а потом, ну, как бы вынашиваешь ребенка, а потом его рождаешь, и это очень сложный, трудный, мучительный процесс. И потом еще надо его вывести в жизнь. Поэтому у меня мой режиссер, ну, мы с ним уже две картины проработали, Сергей Дворцевой, он мне часто говорил, а я на проект, на картину ухожу, как на войну, а я ухожу, как на роды. Новую жизнь. То есть это вот два абсолютно разных понимания и отношения к кино, ну, по-разному. В последнее время я что-то тоже ухожу, как на войну, не хотелось бы. Ну, вот вы верите в казахстанское кино, вот вы считаете, можно ли хорошо зарабатывать именно в киноиндустрии здесь, в Казахстане? Ну, конечно, верю. Если бы я не верила, я бы здесь не работала и не согласилась бы прийти на такую должность и помочь всем нашим кинематографистам, ну, насколько это будет возможно, но очень хочу помочь, чтобы действительно было как можно больше хороших фильмов и как много больше надежд и мечтаний у наших киношников. У нас очень талантливый народ, у нас очень много талантливой молодежи, и вот я верю в это, верю в наше прекрасное будущее, поэтому я вот работаю. — Говорили, что киноцентр в скором времени будет проводить отбор сценариев с привлечением экспертного жюри. Вот расскажите немного подробнее об этом проекте, как это будет происходить, будет ли финансирование? — Это не проект, это механизм работы Государственного центра в поддержке национального кино. Дело в том, что это то, что должно быть необходимо. Мы проверяем и смотрим и отбираем те проекты, не сценарии, а проекты. Мы просим всех конкурсантов, которые хотят попасть на отбор на государственное финансирование, подавать именно проект. То есть помимо сценария и синопсиса нам нужно знать, какая творческая группа, кто будет режиссером, продюсером, какой будет план продвижения картины, где съемки. То есть мы не только финансируем и признаем фильм или национальным, или нужным, социально значимым. Мы его и мониторим потом, мы его и ведем. Мы должны добиться и помочь нашим всем творческим группам, чтобы получился хороший продукт, который может еще и зарабатывать. И зарабатывать не только деньгами, например, как фильмы для массового зрителя, а зарабатывать и по имиджу страны, работать и на имидж страны, и представлять Казахстан за рубежом на очень таких хороших, правильных кинофестивалях, ну, класса А, Б можно еще, вот, и получать международные призы, потому что это огромный пиар для страны, и, в принципе, во всем мире ориентируются и знают большинство населения страну по спорту и по кино. Ну, вот две области, которые нужно развивать и которые очень сильно влияют на пиар страны. На весь имидж страны. Да, на весь имидж страны. Еще очень часто говорили про введение системы электронного билетирования. Вот когда все-таки нам ожидать, мне кажется? Ой, я сама очень не знаю об этом. Все уже ждут. У нас, к сожалению, сейчас по билетированию, как вы говорите, по кинобилету у нас, на 50 процентов, в Казахстане это серые кассы, к сожалению. Вот. И поэтому мы даже не имеем полной картины, как смотрят зрители те или иные фильмы. Я уже про кинопрокатчиков не говорю. А это важно для статистики? Они тоже от этого страдают, но сами идут на это, потому что я понимаю, что надо зарабатывать. Но не такими же методами. Они уже давно устарели. И я просто хочу обратиться к нашим кинопрокатчикам. Понятие это, чем прозрачнее бизнес, тем больше инвестиций. А чем больше инвестиций, тем больше развития и получения той же прибыли. Вот, например, с внедрением ЕАИС в Россию доходы кинопрокатчиков увеличились до 15 процентов. Представляете? Потому что они уже видели аналитику открытой продажи и открытого рынка по прокату. Они видели аналитику по показам кинофильмов. И они уже могли и могут сейчас правильно выбирать фильмы, отбирать на кинорынках и привозить их в свою страну. Особенно в Россию, например. И я очень... Ну, это тоже случилось не сразу, но все равно Россия добилась этого. Фонд кино там два с половиной года работал. И у них сейчас лучшая аналитика в мире, кстати, по мировому кинопрокату тоже. И вот я очень хочу, чтобы наши кинопрокатчики в нашей стране это поняли и пошли с нами вместе в красивое будущее единого кинобилета. Потому что это действительно правильно, это и прибыльно, и доходно, и интересно. И в конце концов будет развивать нашу отрасль, киноотрасль в стране. Ну вот пока вот так. А потом уже будут, наверное, штрафы, потом будем уже разговаривать. Не хочу сказать, что будет давление, но это нужно сделать. В настоящее время мы живем в век диджитал. Да. Вы владеете медийными активами. И вот у вас нет ли такого ощущения, что все деньги рекламодателей уходят в YouTube? Вы знаете, у нас общество сильно-сильно разделилось. Вот. На два лагеря. Те, кто работает на компьютере, и те, кто не работает и боится это делать. Вот. Или в рамках такого примитивного пользователя. Да. Вот. И вот это два больших лагеря. И по возрасту, и по социальному положению. И, естественно, это два рынка рекламы. Те, кто не боится и работает, и не представляет жизнь уже без гаджетов электронных, то, конечно, они, для них это реклама на YouTube, в интернете и так далее. А те, кто побаивается и не работает с гаджетами, особенно с компьютером, это, конечно, еще СМИ, средства массовой информации, это телевидение, радио и наружная реклама. Вот. Или печатная продукция. Но, в принципе, это нормально, и, ну, это вот придет когда-нибудь, то есть никогда-нибудь уже через два-три поколения уже весь мир будет на диджитал, конечно. Вот. Но, ну, может быть, я вот до сих пор люблю читать сценарии в бумаге. Или книги люблю читать в бумаге. Вот. Электронные книги, ну, тяжело и неинтересно. И вот как-то вот нет какого-то таинства. Вот. Диджитал, к сожалению, всех уравнял и сделал полуроботами и полу... И во многом зависимы от, вот, потока, от цифровой информации. Вот. А на самом деле существуют те вещи, которые делает человек и человеком. Понимаете? Вот это с хорошей книгой посидеть. Вот. Да даже просто газету полистать или телевизор посмотреть. Ну, потому что сейчас, в принципе, все говорят, ой, я не смотрю телевизор. А я смотрю телевизор. Ну, мало того, что он у меня на кухне висит, но то, что у меня там свыше двухсот каналов, и я знаю те каналы, то есть я все равно выбираю, да, так же, как бы, и в интернете выбирала то, что мне нужно посмотреть. Ну, во-первых, это долгое время, много времени занимает в интернете копаться, а каналы у меня уже настроены. Я знаю, то, с какие мне нужны, где я получу эту стопроцентную информацию, но не стопроцентную, хотя бы 80%. Остальное это добавит в интернет. И потом как-то вот мы привыкли доверять телевидению, хотя иногда оно, конечно, тоже фейковые новости размещает. И как-то жестче было раньше. Еще даже при социализме, я уже вообще как старушка рассуждаю, раньше при социализме, но, тем не менее, там было очень много правильных вещей, например, и цензура, и правдивость, и достоверность информации, и ответственность за нее у нас же журналистов, да, у наших журналистов. И поэтому люди верили, и агитация с пропагандой, это вот, сработали. Вот. Ну, к сожалению, вот сейчас мир потерялся, потому что, я, например, читаю в интернете или на фейсбуке чью-то новость, и я не знаю, фейкованная или нет, верить или нет. И вот столько мусора появляется, и столько сомнений, что теряешь какие-то ориентиры, и не знаешь, кому верить. Вот. Поэтому это тоже, это будет, и придет цензура, вот, об этом уже многие развитые страны говорят, что необходимо, потому что не всякий человек, и далеко не каждый может правильно оценить ту или иную информацию, или найти правильную информацию. Вот. И я думаю, что сейчас вот то количество информации, которое на нас обрушивается каждый день, оно потом перейдет в качество. Ну, это закон жизни. Нужно время, да? И диалектики, да, человеческой жизни. Нужно просто потерпеть, а сейчас вот как-то слушаться, наверное, папу и маму или близких друзей. Доверять только, да? Да, доверять, да. Вот кино — это искусство. По вашему мнению, в настоящее время много молодых кинорежиссеров, кинопродюсеров, которые мечтают воплотить какие-то свои идеи, сценарии. Вот как вы считаете, нужен ли талант прежде всего, либо талант и образование обязательно? Может ли человек снять качественное кино, не имея образования профильного? Вот по вашему мнению. Нет, по моему мнению, не может. Обязательно. Ну, что значит талант, да, у человека? Талант человека основывается всегда на каких-то базовых знаниях. Вот. Существует гениальность, да? Но гений — это тоже 1% гениальности или 10%, а 90% — это тяжелая работа, в принципе. Поэтому он становится талантливый. А тем более кино, как искусство, у него есть тоже свои законы. Это целая огромная отрасль, которую нужно знать. У него есть свои законы развития, свои законы подачи материала. Это огромная такая область, которую нужно знать историю, обязательно учиться на лучших образцах, если человек хочет заниматься именно кино как искусством. Есть зрелищное кино или кино как развлечение, как интертеймент. И это немножко уже другое, но было бы хорошо, чтобы даже этим интертейментом занимались бы профессионалы. Профессиональный человек — это всегда обученный человек, который получил определенное образование в этой сфере и может правильно его применять. Образование у нас никто еще не отменял и не отменит. Это гениальность человека в том, что он должен учиться и он обучаем. И вот это обучение базовое, оно дает новый этап развития для человеческой личности и для человечества в целом. Может быть, мы уже достигли какой-то пиковой такой точки, что вот у нас столько информации, столько обучения. Но самое обидное, да, у нас информации много, там до 10 тысяч новостей в день. Это вообще ужасно, да? Мы знаем и для себя образовали науки. Но самое ужасное, что да, они есть в данности, но человек, он не учится или он мало учится. Он просто вот перебирает вот эту всю информацию или сидит в играх, как половина наших детей, да, и внуков, к сожалению, тоже. Ну, может быть, это и правильно, я не знаю. Но технократизм общества, он убивает человеческое. Он вытесняет, он не убивает, он вытесняет. И человек уже не может развивать свой эмоциональный, свой чувственный мир, да. Он уже поглощает просто, как информационная машина, вот это все, что сейчас происходит в мире. А кино, то есть и как искусство, и любое искусство, не только кино, изобразительное, живопись, литература, театр, они вот совершенствуют человека, как тонкую чувственную личность. Вот, это то богатство, и то, это вот та особенность человека, как индивидуума в животном мире. И мы венец творения, и вот этот венец сейчас как-то вот, он сотворен, но вот он стал очень развиваться, но не в ту сторону. Вот, и в конце концов встанет вопрос, да, искусственный разум или человек. Но искусственный разум никогда не будет чувствовать как человек. Вот, и поэтому мы должны в себе эту часть развивать. А развивать могут только искусство, которое я уже перечислила, и кино, искусство тоже. И поэтому мы, те, кто это понимает, мы стараемся сбороться за сохранение этого искусства, за хорошие фильмы, за правильный подход, за образование в кино, потому что искусству надо учиться. И я за то, чтобы было образование одной из важных приоритетов в киноискусстве. Вот, без этого, но никак. Один раз можно фильм снять, ну, интуитивно, ну, удачу, бывает такое, да, но потом уже без образования такое не сделаешь. Вот. Я очень призываю всех молодых ребят образовываться, самообразовываться. Сейчас сколько онлайн-курсов, да, вот, и можно сидеть в квартире и узнать о кино в два раза больше, чем ходить в академию, например, это кино и телевидение или еще что-либо. Вот. Поэтому образование, и я за то, чтобы в кино пришла или вернулась система тарификации профессионализма. Обязательно. И мы в госцентре тоже будем за этим следить. У нас даже есть одно из направлений повышения квалификации. Это у нас киноработников, особенно среднее звено. И мы хотим, чтобы... И мы будем спрашивать и повысим образовательный ценз на те проекты, которые нам будут подаваться на государственное финансирование. Вот. Кино должны делать профессионалы. Тогда оно будет, да. И будет и качество, будет и шедевры, все будет. Спасибо большое, Гульнара Булаттон, за столь интересную беседу. Мы желаем вам процветания, сил, терпения, чтобы развивать нашу киноиндустрию. Спасибо. Очень постараемся оправдать ваше доверие. Ну а вам, дорогие друзья, хочу напомнить, что материал по данному видеосюжету будет доступен на нашем официальном сайте businessfm.kz Business FM